Бажаю здоровья, шановные украинцы и украинки. Подсумки этого дня. Желаю здоровья, уважаемые украинцы и украинки. Итоги этого дня. Ставка. Несколько главных вопросов. Конечно, ситуация на фронте. Был доклад главкома. Покровское направление. Максимум внимания. Другие направления в Донецкой области. Южное направление. Харьковская область. Также сегодня главком доложил в целом о защите границы с Россией и соответствующих общин в нескольких областях. Мы видим риски. Мы будем уничтожать оккупанта при любых условиях. Мы бачим риски. Мы будем уничтожать оккупанта за будь-яких умов. Окремо и очень детально сегодня говорили. Отдельно и очень подробно сегодня говорили на Ставке о строительстве фортификации. Были доклады и правительства, премьер-министра Дениса Шмагаля. И офиса в рамках ответственности регионального направления Алексея Кулебы. И от председателя Государственной службы специального транспорта Александра Яковца. Я благодарю каждого и каждую, кто на местах строит фортификации. Работает так эффективно, как нужно. Соблюдаем графики. Прошлись сегодня и по вопросам защиты нашей энергетики. Конкретных объектов от конкретных угроз. Сейчас нужно объединить два процесса. Защиту энергетики от ударов в это время и обеспечение наших людей электричеством. А также уже пора начинать подготовку и к следующему отопительному сезону. Подготовку и до наступного опаливального сезона. Завдание очевидное. Задача очевидная. Должны сделать максимум для защиты жизни. И каждый аспект этой работы, от ПВО и РЭП на объектах до необходимых строительств и поставок, все это персональная ответственность каждого, кто привлечен к работе. От правительства и воздушных сил до энергокомпаний и местных служб. Благодарю всех, кто относится к своей работе действительно добросовестно. Также по итогам разговора на ставке я поручил премьер-министру, министру обороны, министру иностранных дел, главкому, каждому на их уровне, работать с партнерами, чтобы ускорить поставки оружия, реализацию пакетов и договоренностей. Оперативность важна, содержание пакетов есть. Я сегодня не вижу проблем с этим. Конгресс Соединенных Штатов за решение, но скорость поставок и реализация решения – это то, с чем также не должно быть никаких проблем. Ожидаем оружие в Украине для наших воинов. Продолжаем сегодня и подготовительную активность. Совещание по поводу тех результатов, которых ожидаем от ближайших месяцев и в целом года. НАТО. Перспективы на год и, конкретно, наши вполне справедливые ожидания от саммита в Вашингтоне. Евросоюз. Подготовка к фактическому открытию переговоров о вступлении, которого ожидаем в июне. И дальнейшая работа с ЕС. И, конечно, саммит мира – глобальный саммит. Есть уже конкретное распределение по чиновникам и другим представителям нашего государства, которые будут работать на тех географических направлениях, откуда еще нужно привлечь лидеров. Сейчас, на днях, мы вместе со Швейцарией завершили отправку приглашений на саммит. Конкретные даты саммита – 15 и 16 июня. Это будет первый этап, фактически первый реальный шанс начать восстановление справедливого мира. Мы все должны понимать, что только глобальная сила способна принудить Россию к миру. И именно поэтому работаем, чтобы привлечь как можно больше участников на саммит в Швейцарии для соответствующей коммуникации. Следует также понимать и то, что Путин попробует и разными манипуляциями, и силой ударов своих террористов, попытается сорвать эту работу, наши усилия, попытается ослабить украинские позиции. Все наши позиции и на поле боя, и в дипломатии, и в информационной сфере должны быть сейчас одинаково сильными, чтобы нам давить и приближать наши результаты. Окупанты должны упустить возможность давить и приобретать что-то для себя. Так что наша сила, наши возможности, наше оружие, единство с партнерами – все это должно работать вместе и будет работать. И будет работать. Спасибо каждому и каждому, кто с Украиной. Спасибо всем, кто воюет и работает ради нашего государства и людей. Благодарю всех, кто восстанавливает нормальную жизнь после российских ударов, и кто приближает реальную ответственность России за эту войну. Войну, в которой мы обязательно защитим свою независимость. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине!